Мы говорили об анардхах, как они приходят к живому существу и как живое существо может от них избавиться, совершая преданное служение Господу. Вчера мы обсуждали сварупа-брам и различные виды анардх. На самом деле, когда джива проявляется из татастха-шакти, у неё уже есть дхарма, её природа, свабхава, точно так же, как вода — это соединение кислорода и водорода. И когда молекулы воды формируются, сформированы, у них есть уже вот это качество текучести, жидкости. Вода жидкая, она всегда течёт вниз. И во что бы вода ни попадала, она принимает форму этого сосуда. И вода, её состав, он на самом деле всегда одинаков. Также, когда мы обсуждаем природу души, иногда по определенным причинам, внешним причинам душа, ой, вода становится твёрдой. Когда температура меняется, если температура падает, например, ниже нуля, тогда вода становится льдом. И тогда эту воду вы уже не называете водой, вы её называете льдом. Но внутри льда находится вода, не что иное, как вода, просто название другое. И так же качество. До этого она была жидкостью, так как сейчас это лёд, она твёрдая. Но если вы вновь поместите этот лёд в более тёплую температуру, то лёд растает, и вода придёт в свой прежний облик и качество. Так же есть нития сабхава и намитика сабхава души, вечная и временная природа. Нития сабхава — это вечная природа души. Но из-за теперешнего положения, состояния, душа она обрела это временное положение. Таким же образом, когда душа проявляется из татаста-шакти, какова вечная природа души — служить Кришне? Такова дхарма, природа души — служить Кришне. Но так как мы прибыли сюда, в материальный мир, под влиянием Майи мы не следуем нашей вечной природе. Мы следуем нашей временной природе. И в этом материальном мире мы становимся слугами вожделения и гнева. И сейчас мы получаем наказание Майи. Майя бьет нас в этом материальном мире. И вы страдаете в этом материальном мире. И вращаясь в бесконечное количество времени в этом материальном мире, когда мы приходим к саду Вадья, то есть к доктору Саду, и этот доктор Саду, саду Вадья, Вадья означает доктор, он дает нам наставления, и, следуя этим наставлениям, постепенно Майя начинает нас отпускать. В читании Чиритамрите говорится... Если вы будете повторять эту мантру, то ведьма Майя уйдет, убежит. Мы находимся здесь в материальном мире, и нас избивает наше же вожделение и гнев. Точно так же, как полицейские сейчас избивают всех палками, те, кто выходят на улицу. Точно так же, дживы этого материального мира, Майя их наказывает. В предыдущие века, как цари наказывали тех, кто провинился, что-то сделал плохое, то они брали бамбук и привязывали веревку, и к этой веревке привязывали вот этого оскорбителя, вот этих вот нарушителей. И они и помещали его, опускали в воду. И только-только, если этот человек уже начинал умирать от того, что не было воздуха, его поднимали, он делал глоток воздуха, и вновь его помещали под воду. И так они проделывали это на протяжении пятнадцати и более раз. То есть этот человек, он уже вот-вот должен был умереть без воздуха. И они поднимали и опускали вновь. И точно так же, Майя наказывает джив, живых существ этого мира. Иногда Майя, она дает богатство и деньги, иногда забирает их. Иногда она делает так, что вы все теряете, иногда вы богатеете. Но вращаясь в этом материальном мире, когда джива, она приходит к доктору саду, то этот саду, который подобен доктору, вы получаете у него мантры. Если джива, она будет повторять эти мантры, исследовать всему, то эта ведьма Майя убежит, оставит их. и в этой шлоке говорится и так повторяя, мантры постепенно у садуки появляется сознание его сварупы. Он понимает, что я не это материальное тело, я не браман, не кшатри, не ваще, не шудра, я не мужчина и не женщина. Потому что на самом деле только лишь у этого тела у него есть такое отождествление мужчины или тела, или женщины. Я не брамачария, я не грехастха, не я слуга слуги слуги Кришны возлюбленного гопи. Итак, повторяя мантры и постепенно практикуя, у вас разовьется осознание вашего духовного образа, духовного тела. Вчера мы слышали, как Бхагдинута Куран объясняет, как Бхагдинута Куран обусловлены души, у них есть материальные чувства, и Бхагдинута Куран с помощью этих органов, различных органов она принимает, ощущает касание, аромат, вкус и так далее, звуки. Точно так же у духовного тела, у сварупы также есть эти же органы, только они воспринимают трансцендентные звуки, запахи и так далее. С помощью то есть у души есть глаза, и с помощью этих глаз джива может увидеть прекрасный удивительный облик Господа. На самом деле сейчас мы не принимаем, не получаем даршин Господа. Вам кажется, что вы получаете даршин? На самом деле нет. Богован, он дает даршин. Он дарует нам свой даршин. Господь, он дает нам свой даршин, но мы не можем его воспринимать, так как у нас материальные чувства. И как же с помощью материальных чувств мы можем воспринять трансцендентный облик Господа? С помощью материальных чувств и так же из-за материального ума у нас есть вот эти материальные настроения. И мы думаем, эти божества они сделаны из камня или из дерева. И вот почему вы говорите Прабул, Господь, пожалуйста, будь милостив ко мне, даруй мне свой даршин. Но все равно Ачарьи говорят, если вы хотите получить даршин трансцендентного Такурджа, как? Вы должны получать этот даршин с помощью своих ушей. С помощью ушей вы сможете получить даршин трансцендентного Господа Такурджа. Как? Если вы будете слушать о лилах, качествах, облике Господа из лотосных уст чистых преданных. И через свои уши вы получите даршин Господа. пающий даршин даршин вс то есть итак воспеваем мантры махамантры святыми на постепенно Трансцендентное чувство Души проявится точно так же, как философский камень. Если он коснется железа, то это железо превратится в золото. Таким же образом, если вы получили мантру от истинного Гуру, то ваше сердце, ваши чувства станут опракрита в ад, подобным и Трансцендентным. Понимаете, в настоящий момент вам кажется, что вы видите Господа с помощью своих глаз, но на самом деле это не так. Вы должны его увидеть с помощью Трансцендентных глаз. Когда вы получаете Дикшу, что делает Бхагаван, Он, когда мы получаем Дикшу, Господь Бхагаван принимает нас. Кто дал вам Дикшу, Гуру? Но с кем это связано? С кем Он связывает вас? С Кришной в момент Дикши, когда ученик предается лотосным стопам Гуру, что делает Кришна? Кришна принимает этого преданного как своего. То есть, и таким образом, все качества Кришны входят в сердце такого преданного. Помимо четырех уникальных качеств Кришны, все качества Господа входят в сердце такого преданного. И с помощью Трансцендентных чувств и Трансцендентного тела Саддака обретает возможность служить Господу. Каково служение Господу? Оно полностью трансцендентное. И с помощью Трансцендентного служения Вы можете служить Ему. Вы не можете повторять святые имена Господа с помощью материального языка. Каковы чувства Бададживы? Каковы чувства Бададживы? Они материальны. И Ваш язык, он тоже материален. И как воспевать святые имена Господа с помощью материального языка? Когда к Вам придет Сева-ун-мук-врити, что это? У Вас появляется тенденция, желание служить Господу. В настоящий момент все наши чувства... А, извиняюсь, в этот момент все чувства станут подобными, трансцендентными. И с помощью этих трансцендентных чувств тогда Вы сможете слышать и говорить о славе Господа, обсуждать Его игры. Сева-ун-мук-врити – желание служить. Поэтому я говорю, не повторяйте святыми именами, служите святыми именами. Мы используем такое слово Сева. Сева-ун-мук-врити – желание служить святыми именами. И благодаря беспричинной милости Господа Ваши чувства станут трансцендентными. И с помощью этих трансцендентных чувств Вы сможете служить Бхагавану. Приводится такой пример. Точно так же, как философский камень, он касается железа, и железо становится золотом. Таким же образом. Бхагаван, у Него есть такой потенциал. И в мантре также содержится эта энергия. Итак, шуда-сварупа – чистая форма Души. То есть, трансцендентные чувства Души, Ее ноги, руки, глаза и так далее. С помощью этих трансцендентных частей тела Джива может служить Господу. И с помощью них она может получить трансцендентный даршин прекрасного, удивительного облика Господа. Точно так же, как один ученик Рамона Джарри, которого звали Дханур Дхар. Что это за имя такое? Дханур Дхар. На самом деле, до этого он был пьющим, алкоголиком. И также он всегда находился в обществе женщин. И однажды у него появилась одна девушка, которая была очень красивой. И куда бы он ни шел с ней, он шел задом наперед. Потому что он всегда хотел смотреть на нее. И поэтому он шел даже задом наперед, чтобы всегда созрецать Ее прекрасный лик. Он держал Ее за руку, и Он не смотрел вперед. Он всегда смотрел назад, и любовался Ее лицом. И у Него было столько асакти, столько привязанности к ней. Однажды, Однажды, Данур Дхар, он был пьян, и в таком состоянии он пришел в храм. И дверь храма была закрыта. И он так сел, и спиной он касался двери алтаря. И он смеялся и разговаривал со своей подругой. И в этот момент уже наступило время, чтобы открывать дверь храма, алтарный. В шастрах говорится, сидеть спиной к Такураджи является оскорблением. И как же ты, Пуджари, мог открыть эту дверь? Но этот Данур Дхар, он был такой низкий. Если вы что-то скажете ему, что ему не понравится, он может вас даже избить. Он был очень жестоким и очень сильным, могущественным. Но также он был таким негодяем. И поэтому никто не решался подойти к нему, чтобы сказать ему, чтобы он отошел, чтобы открыть дверь алтарной. И один ученик Рамануджи Ачарии пришел к Рамануджи Ачарии и сказал, Гуруде, такая ситуация, там один пьяница, один разбойник, он сидит в алтарной, он сидит, прислонившись к двери алтарной. Я не могу открыть дверь. Дверь алтаря. И Рамануджи Ачария пришел туда и сказал, Сынок, могу я тебе кое-что сказать? И тот вызывающий сказал, Да, да. Что ты мне хочешь сказать? Да, Нурдар, у него было очень большое тело, он был очень высокий, он был очень такой могучий, очень сильный. Если бы Рамануджи Ачария что-то сказал, что ему не понравится, он мог просто его даже поднять. Но Рамануджи Ачария, он очень мягкими словами обратился к нему. Сынок, посмотри, сейчас время для того, чтобы открыть двери в алтарную Такураджи, чтобы получить Таршан Такураджи. А тот ответил, что это за Такураджи у тебя? Это какой-то кусок камня. Но ты посмотри на мою подружку. Она такая красивая. ее глаза, ее ушки, ее губы, ее улыбка. У нее очень красивая помада на губах. А что ты мне хочешь показать? Что я увижу, посмотрев на камень? Камень не улыбается, он не двигается, ничего не делает. Какой прок в этом камне? И Раманаджи Ачарья сказал, он сказал, если это Такураджи более красиво, чем твоя подруга, что ты сделаешь? И Данурдар сказал, я даю тебе слово, если божество более прекрасно, чем моя подруга, чем моя девушка, то я ее оставлю и стану твоим слугой. И Раманаджи Ачарья сказал, хорошо, повернись и взгляни на Такураджи. И Данурдар повернулся, и когда они открыли дверь храма, Раманаджи Ачарья положил свою руку на голову этого Данурдара. И увидев прекрасный облик Такураджи, Данурдар потерял сознание. Он потерял сознание. Упал без чувств, а когда очнулся, стал плакать. И через время, когда он пришел в себя, он обхватил лотосные стопы, Раманаджи Ачарья, и весь в тезах, он обратился к нему. Я, о великий святой, я даю тебе слово, я теперь твой слуга. Это называется гуру-крипа. Милость гуру. И это называется гуру-крипа. Милость гуру. И на примере этой истории с Раманаджи Ачарья вы можете видеть это. И Данурдар, он предложил все лотосными стопам. Раманаджи Ачарья сказал, гуру-деф, что ты мне не сделаешь, я это сделаю. Я уже не хочу никакой жены, никаких женщин. Но Раманаджи Ачарья сказал, нет, сделай так. оставь вот эти вот отношения незаконные парни, парни, девушки. Вы должны, ты должен взять ее в жены и следовать семейной жизни. Но также совершай баджин в Бхагавану. Итак, Данурдар, он женился, на своей девушке, и они поселились неподалеку от храма Раманаджи Ачарья. И каждый день они приходили к Раманаджи Ачарья, чтобы слушать его хари-катху. И когда Раманаджи Ачарья отправлялся принять омовение, когда он подходил к ганге, он рукой держался за плечо одного мальчика Бхагавана. А когда он возвращался после омовения в ганге, он выходил, взявшись за плечо Данурдара. Данурдара. То есть, когда он шел к ганге, он придерживался за плечо какого-то мальчика Бхагавана, а возвращался, опираясь на Данурдара. И его ученики Бхагавана не подумали, почему так? И эти жалобы, это недовольство дошло до Раманаджи Ачарья. Он об этом узнал. И что он сказал? Он сказал, у него был один очень тайный такой слуга, и он ему сказал, сказал, послушай, сделай кое-что. Вот эти вот мальчики, браманы в нашей ашраме, и дам калпины. Какие? Калпины. Танго. Для них. Танго. Танго. Один, как ловый калпин. Для каждого из них. Я дам тебе новые калпины и раздаю всем, чтобы прикрывать эту ткань, чтобы прикрывать нижнюю часть тела. Итак, Раманаджи Ачарья сказал, дай им вот эти новые одежды. И когда эти мальчики, браманы, они отправились на омовение в ганге, но также Раманаджи Ачарья, он сказал этому своему слуге, сделай еще кое-что. когда они будут омываться в ганге, вот эти вот новые одежды, перемешай их, разбросай в разные стороны, смешай. И когда эти браманы, они вернулись после омовения в ганге, они стали ссориться и даже бить друг друга. «Ой, эту ткань Гуру Дев дал мне, почему ты взял ее? Нет, нет, это моя». Итак, эти браманы, они стали ссориться из этих маленьких кусочков одежды, и они ссорились даже до такой степени, что стали драться. И после этого они пришли и стали жаловаться Гуру Деву. «Гуру Дев, ты мне дал эту ткань, а он забрал». Но Раманаджи Ачарья ничего не ответил на это. Раманаджи Ачарья сказал, «Мои ученики, не беспокойтесь, это не столь важно, эти кусочки ткани, одежды. Сделайте вот что. Вечером я буду рассказывать… Раманаджи Ачарья рассказывал Харикатху Данурдару, и также он в отдельной комнате и затем созвал своих учеников, вот этих браманов, и сказал, «Сейчас Данурдар со мной, а дома у него никого нет, кроме его жены. Войдите в его дом, задние двери заднего входа и заберите все ценное из их дома и принесите в наш Ашрам». И в 9 вечера эти браманы отправились в дом Данурдара, и они увидели там, что его жена спала. И эти браманы открыли дверь и забрали все богатство, все ценное, что было в доме Данурдара. и даже украшения, браслеты, браслеты жены Данурдара, они сняли, но когда они попытались это сделать с другой руки, снять с другой руки, она пошевелилась, и они подумали, что она сейчас проснется и убежали из-за этого. и они все забрали помимо украшений на одной ее руке. Они пришли и сказали, «Гурдех, мы выполнили твое наставление, забрали все из дома Данурдара». И Романджачария, он после этого обратился к Данурдару, сказал, «Твоя жена одна дома, сейчас уже поздно, может быть, какой-нибудь вор или разбойник придет, ты не должен находиться здесь, возвращайся домой». И Данурдар вернулся после Харикатхи домой в свой дом. А Романджачария, он при этом сказал своим ученикам Браманам, «Следуйте за ним и послушайте, о чем будет говорить Данурдар со своей супругой». И когда Данурдар вернулся домой, его жена стала плакать. Данурдар сказал, «Почему ты плачешь? Что случилось? Данурдар она сказала, все наши братья в Боге пришли и забрали все из нашего дома и унесли. Я притворялась, что я сплю. Они даже забрали украшения, браслеты с одной из моих рук». Данурдар сказал, «Ну, почему же ты плачешь? в чем проблема? Какая разница между ашрамом Гуру Дева и нашим ашрамом? Все принадлежит Гуру Деву. Это подобно тому, как просто перенести что-то из одной комнаты в другую. Точно так же все принадлежит Гуру Деву, все принадлежит Господу. Почему ты плачешь? Если все принадлежит Ему, это Его желание было забрать. Вначале оно было, все это было у нас, а теперь просто все же все это находится в храме. Но жена, его жена сказала, «Я плачу не из-за этого». Наши духовные братья, они забрали украшения с моей левой руки. Но с другой им не получилось забрать. Почему? Потому что я видела то, что они все забирают. Я подумала, «Не проблема». И также, когда они снимали все с моей руки, я попыталась перевернуться, чтобы они взяли украшения с моей другой руки. Я просто немного пошевелилась на другую сторону, чтобы они забрали браслеты с другой руки. Но им показалось, что я сейчас проснусь. Я на самом деле не спала, я просто притворялась. плачусь. И вот почему эти украшения с моей правой руки не могут быть использованы для служения нашему Гуру Деву. Поэтому я плачу. Но Ден-Урдар сказал, «Не беспокойся, давай принесем их Гуру Деву. Просто сними их, дай мне, и я сейчас принесу их нашему Гуру Деву в Ашрам». И эти мальчики Браманы все слышали. И так Ден-Урдар взял украшения с правой руки своей супруги и принес Гуру Деву. «Гуру Дев, моя жена послала вам это». И Романаджач Вечеря он сказал мальчикам Браманам, «Вы поняли? Вчера я дал вам маленькие кусочки ткани, одежды, и из-за этой одежды все вы перессорились так сильно. Это мое, это мое. Вы видите, насколько эта пара, семейная пара, настолько предавшаяся Душе, и поэтому все Браманы устыдились и не подумали, «Да, когда Гуру Дев отправляется омываться на омывение в Ганге, он держится за плечо Брамана, мальчика Брамана, но когда он выходит, он держится за плечо Данурдара, потому что он предался. в жизни Роману-Джачаржа. Есть много 教ений в этих вещах. Такие замечательные истории жизни Роману-Джачарь, и в них содержится очень много учений и уроков для нас. Роману-Джачаржа. Роману-Джачаржа. Потому что у нас есть материальные мысли о Божестве, но без причины милости Вайшнавов с помощью трансцендентных чувств. Когда вы получите Даршан Бхагавана с помощью трансцендентных глаз, вы почувствуете столько блаженства, которое просто невозможно описать. И поэтому Гопи говорят, в Бхагаватан. Каков плод того, чтобы иметь глаза? Это созрицать прекрасный облик Говинды, говорят Гопи. Если вы не видели Бхагавана с помощью своих глаз, ваши глаза полностью бесполезны. Ваши глаза в таком случае напоминают глазки на перышках павлина. Вы видели рисунок на перьях павлина, и там есть точка напоминает зрачок. И точно так же, если вы не видели Кришну, то ваши глаза точно такие же. Вам необходимы трансцендентные глаза, чтобы увидеть Бхагавана. И если вы не видите его, то ваши глаза бесполезны. Кришна отправляются на пастбище со своими друзьями Судамой, Шибудамой, Мадумангалом, столько Кришной, Арджуной и другими во врач. Кришна идет, держась за плечи своих друзей. И Ванамала, цветочная гирлянда на шее Кришны идет когда Кришна идет, она раскачивается. И у Кришны прекрасная флейта. Иногда Он ее как-то втыкает за пояс, заставляет за пояс. Иногда Он прижимает ее к своим устам. И какие у Кришны прекрасные вьющиеся волосы. Кришны Субтитры создавал DimaTorzok Он отправляется на пастбище И также, когда Он возвращается с пастбища Когда Кришна Он идет в обществе То есть, когда Он идет или возвращается Он идет в обществе своих друзей Также коров И в этот момент Красота Кришная Настолько сладостная Как это возможно описать? Одна сакия Гопи говорит другой подруге Другой сакия У нас есть препятствие То есть, вот это препятствие есть у Гопи Что они моргают Этого достаточно, чтобы жаловаться на Брахму На Творца И они говорят Ты Творец Брахма Он творит Эту материальную вселенную И Гопи жалуются на Брахму Брахма Ты должен умереть Умри, Брахма У тебя нет никакой расы гьяны Знания о расе Потому что ты создал Этот прекрасный облик Нашего возлюбленного Кришны Насколько у него прекрасные вьющиеся волосы Насколько у него прекрасный носик И все его лицо Ты проявил такой прекрасный образ в этом мире Но мы не можем получить в полной мере его Даршин Ты дал нам всего лишь два глаза Ну ладно Хорошо, мы будем смотреть только лишь двумя глазами Но также ты поместил на эти глаза Веки Эти веки являются очень большим препятствием Вот почему Гопи говорят Брахма Ты Творец Но ты должен умереть Умри, Брахма И возможно К тебе на смену придет другой Брахма И он создает все совсем иначе Он дарует нам множество глаз Тысячи глаз Не только два глаза Он даст нам тысячи глаз И на этих глазах На всех этих тысячах глаз Не будет век И так мы сможем созерцать Прекрасный облик Кришны Также Гопи говорят Когда Кришна идет На пастбище Или когда возвращается с пастбищ И когда он идет За коровами Вы знаете Вот эта пыль Которая поднимается От копыт коров И вся эта пыль Как порошок Оседает на лотосном лице Кришны И лицо Кришны Подобное Цветущему лотосу И пыль Поднятая копытами коров Она подобна Пыльце этого лотоса То есть этот порошочек Который находится Внутри цветка Пыльца И в этот момент Вьющиеся волосы Кришны Настолько прекрасны Эти локоны Они покрывают лицо Кришны И в этот момент Кажется, как будто Это не его локоны Они не выглядят Как волосы Они выглядят Как черные шмели Как будто бы Это черные шмели Которые Вкушают Эту пыльцу И нектар Этого цветка Лица Кришны И издалека Гопи Они смотрят на Кришну Они думают Таким образом Эти черные волосы Которые Находятся на лице Кришны Это на самом деле Черные шмели Которые хотят Вкусить Аромат И красоту И пыльцу С лотосного Лица Кришны И поэтому Они не могут Получить полностью Даршин Кришны Они не помнят Они не видят Его лицо Полностью Это означает Это означает У Гопи У них столько Жажды Получить Даршин Кришны И они чувствуют Волны блаженства Которые Плещутся В их сердцах Столько блаженства Когда получаешь Даршин Кришны С помощью Трансцендентных глаз Мы можем получить Даршин Кришны Джива обладает Этими Трансцендентными глазами У вашей души Есть Тело Части тела Носик Глаза Уши И так далее И если вы Немного Хотя бы Осознаете Этого Вы сойдете С ума Как вчера Мы слышали О сыновьях Брамы Чатухсан О четырех Кумарах Сыновьях Брамы Они изучили Все знания Брамаджи И после Обучения Брамаджи Сказал им Ваше обучение Закончено Завершено Вы должны Войти В Грихастха Ашрам И помочь Чтобы Творение Расширялось То есть Вы должны Взять Вы должны Жениться Чтобы у вас Появились дети Чтобы население Планеты Увеличивалось И тогда Четыре Кумара Они обратились К отцу Он Наш отец Пожалуйста Скажи Нас Сколько Есть Варны И сколько Есть Ашрам Пожалуйста Очень ясно Детально Опиши Нам Это И Брамаджи Начал Описывать Им Что Есть Четыре Варны И Четыре Ашрама Брамаджи Ваше Шудра Брамаджи Брамаджи Грехаст Иванапрас Исаняс И Четыре Кумара Спросили Отец Пожалуйста Скажи Нам Ничего Не скрывая Какой Скажи Нам Честно Какой Ашрам Является Высочайшим И тогда Брама Он сказал Я Ничего Не утаивая Скажу Вам Саняса Дарма Является Высочайшей То есть Быть Саняси Грехаст Как Бедра Господа А Саняси Это Как Голова Господа Брамачария Это Как Сердце Господа Его Грудь Ванапрас Его Шея А Саняси Является Головой Господа Голова Самая Важная В теле И поэтому Четыре Кумара Сказали Он Наш Отец Мы Хотим Принять Саняс И Говоря Сказав Это Четыре Кумара Оставили Брамаджи И Погрузились В медитацию На Нервишеша Браман Безличный Браман Аспект Господа И Брама Когда Он это Увидел Что Они Получили Саняси И Они Захотели Слиться С Нервишеша Браман Но Когда Вы Входите В Нервишеша Безличный Браман Вы Не Можете Вернуться Оттуда Это Духовный Суицид Если Вы Войдете В Браман То Вы Потеряете Возможность Постичь Образ Своей Души Вы Станете Подобным Камнем Вы Не Можете Стать Камнем Брамана Точно Так же Если Вы Бросите Камень В Воду Камень Никогда Не Превратится В Воду Он Просто Будет Там Лежать На Дне Камнем Точно Так же Когда Кто-то Сливается С Браманом У Него Теряется Вся Сила И Он Без Качество Пребывает В Эт Брамане И Брамане Что Он Сделал Брама Взмолился Кришне Вишну Прабу Мои Четыре Сына Они Хотят Войти В Нирюшеш Браман Я Не Хочу Чтоб Они Шли Этим Направлением И Так Брама Молился Итак Они Медитировали Четыре Кумара Медитировали На Безличный Браман А Брамаджи Он Молился Вишну В это Время И Вишну Послал Аромат Туласи Предложенный Его Лотосным Стопам Вишну Послал Этот Аромат От Листиков Туласи Которые Были Предложены Его Стопам И Ощутив Этот Аромат Через Воздух Который Попал В Ноздри Четырех Кумаров Этот Аромат Вошел В Ноздри Аромат Тела Господа В Особенности Туласи Которые Приложенные Лотосным Стопам Настолько Аромат И Когда Этот Аромат Вошел В Ноздри Четырех Кумаров Эти Четыре Браматяри Четыре Кумара Они Отбросили Оставили Медитацию На Безличный Брамат И Устремились К тому Направлению Откуда Доносился Этот Аромат Они Сошли С ума Они Не Просто Направились Они Побежали Устремились Туда И Вы Не Можете Даже Представить Как Мне Описать Удивительный Аромат Тела Господа Аромат Лотосных Стоп Вишну И Туласи Которое Было Предложено Его Лотосным Стопам Даже Четыре Кумара Из-за Этого Отбросили Брахмагьяну Адвайта Вади Говорят Что Они Хотят Войти В Браман Но Просто Ощутив Этот Аромат От Туласи Предложено Лотосным Стопам Вишну Они Отбросили Всякую Брахмагьяну Медитацию На Безличный Браман И Устремились Что Было Мочи По Направлению Вишну Вишну Но Аромат Тела Кришны Даже Более Сладостный Чем Аромат Вишну Медитации Ар skirt Аромат Лотосных Стоп Армачандра Выше Чем Армtype Вишну А аромат Дваракадиши Кришны Выше Чем Аромат Рамат Кришны Выше Чем Аромат Дваракадиши Кришны М BuddhагPodsha Кришна И Но аромат Шримати Радики дали даже еще более сладостен и возвышен, чем аромат тела Кришны. Сам Кришна говорит, Кришна говорит, «Все вселенные сходят с ума, ощутив аромат, доносящийся от моего тела, но когда я вдыхаю аромат тела Шримати Радики, даже я сам становлюсь безумцем». Итак, аромат тела Шримати Радики даже еще более возвышен, он лучше и сладостнее, чем аромат тела Кришны. Поэтому у Шила Прападананда Сарасвати Пат он приводит одну шлоку, в которой описывается слава аромата тела, Шримати Радики. Прападананда Сарасвати Пат говорит в этой шлоке очень смиренно, в большом смирении он говорит, «Множество великих йоги, гьяни, великих отрешенных людей». Но сейчас Кришна... Но сейчас... Кришна... А, то есть для них Кришна очень редко достижим. А сейчас этот Кришна чувствует разлуку со Шримати Радикой. И когда Кришна вдыхает аромат тела Шримати Радики, он говорит, «О, Паванадеев!» То есть «О, воздух!» Твоя жизнь ввенчалась успехом, потому что ты коснулся одежды Шримати Радики и принес этот аромат от ее тела, от ее одежд. И поэтому я предлагаю свои поклоны только лишь тому направлению, в котором стоит Шримати Радика. Вновь и вновь я предлагаю свои поклоны тому направлению, где стоит Шримати Радика. И каково значение этого? Однажды Шримати Радика и Кришна, возлюбленные, возлюбленные, они являли Примавилас, любовные лилы на берегу Радакунды, в том месте, где сливаются Радакунды и Кришна-кунды. Встречаются. Рады и Говинда были вместе там, они шутили и смеялись друг с другом. И в этот момент неожиданно Шримати Радика погрузилась в Ахайту Кимону, то есть этот Ман, у которого нет никакой причины, беспричинный Ман. И Маниня Шримати Радика оставила Кришну и ушла со слезами на глазах. Кришна взывал Рада, что случилось? Но Радика сказала, нет, я ничего не скажу тебе, ты обманщик. И Шримати Радика разгневалась и в мане оставила его. Кришна бежал за ней, но Радика сказала, не преследуй меня, останься здесь, не иди за мной. Бывает вот так, что возлюбленная уходит, а возлюбленная следует за ней, но та ругает его и говорит, чтобы он ее не преследовал. Также Шримати Радика, она вошла в этот Ман. И Кришна был полностью безнадежным. И Кришна стоял на берегу Рада-Кунда и думал, что же делать. А Шримати Радика, она была на другом берегу Шримати Радики, сидела под деревом, стояла под деревом и очень сильно плакала Шримати Радика. Кришна находился на одном берегу Рада-Кунда, а Шримати Радика была на другом. И что же делать? У Шримати Радика лились просто потоки слез, Кришна так сильно старался сломить Ман, Шримати Радики, но все его усилия потерпели крушение. И в этот момент ветерок Павана Дева, да? Вы знаете, у Шримати Радики есть накидка. И этот ветер стал играть с Её одеждой. Ветерок дул и играл Её одеждами. И Кришна увидел это. О, Павана Дева-то сегодня как? Он играет с одеждами в Шримати Радике. Кришна подумал, я даже не могу подойти к Ней, не могу даже коснуться Её или Её одежды. И Кришна сказал, и этот аромат тела в Шримати Радике есть четыре составляющих. Кунг-кум, агуру, чандан, сандав. Они, смешавшись вместе, создают изумительный аромат. Кунг-кум, чандан, агуру, и камфора. Эта смесь дает удивительный суганду, аромат. И вот эти четыре составляющих кунг-кум, карпур, чандан. Эта смесь находится на теле в Шримати Радике и смешавшись с ароматом в Шримати Радике. И этот аромат пришел одеждам в Шримати Радике. Этот ветерок он стал играть с ними. И аромат тела в Шримати Радике находился на одежде в Шримати Радике. И этот ветерок стал играть с ними и принес этот аромат Кришне. И когда Кришна вдохнул этот аромат, Он сказал, «О, воздух, ветер, твоя жизнь увечалась успехом по двум причинам. Первое, это то, что ты играл с одеждами в Шримати Радике. А второе, ты принес этот удивительный аромат мне. И я предлагаю свои поклоны тому направлению, где стоит, находится Шримати Радике. Вновь и вновь я предлагаю свои поклоны. И это шлока такая удивительная. Это шлока из произведения Прабхананада Сарасвати Такура Щи Радараса Суданитхи. Такова слава Шримати Радике. Настолько сладостно. Верховная Личность Господа. Господь бесчисленных Вселенных сейчас Он находится под полным контролем любви в Шримати Радике. И кажется, что Он исполнен вожделение и Он даже предлагает свои поклоны, склоняя свою голову к стопам Щи Матерадике. В какой шлоке об этом говорится? Сарасвати 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 Эта шлока написана над моей дверью в этом храме. Шлоке Прападананда Сарасвати Пайт Он Тунгавит во Враджалили Но в Лилах Махапрабу Он Прападананда Сарасвати И Он так прекрасно описывает славу Шримати Радике Когда Шримати Радика погружается в Ман Что делает Кришна? Кришна стоит у входа в Кунджу И Он молится как у Бани Кришна очень смиренно молит склоняется к стопам Шримати Радики к стопам служанок Шримати Радики у входа в Кунджу Кришна Он очень эмоционально молится подобно какому-то оскорбителю Он вымаливает прощение у служанок в Материатике Он молит их пожалуйста простите меня Шиканда Маули Кришна Кришна Который всегда носит павлиное перо на своей голове Брама Брама и другие великие полубоги они склоняют свои головы к его лотосным стопам и сейчас это верховная личность Господа Кришна что говорить Он склоняет свою голову даже не к стопам Шримати Радики а к ее служанкам к стопам ее служанок и Он молится Исааки говорят они ругают Кришну они поднимают указательный палец и указывают на Него и ругают Мишван Чакраварти пает так прекрасно это описывает И вот почему говорится в Мишван Нандине Шримати Радика я хочу стать я хочу просто стать соломинкой в метле которые подметают Кунжи Шримати Радики и тогда моя жизнь увенчается успехом и каково значение этого что говорить о служанках Шримати Радики это необычайно редко это не просто редко это очень редко су дур ла бха так прекрасно и после этого что произошло и так Кришна не смог войти внутрь Кунжи и тогда он потерял всякую надежду то есть все его усилия потерпели неудачу и тогда Кришна оставил это место и пришел на берег Ямуны Кришна страдал в разлуке с Шримати Радикой и он думал как же встретиться с ней никто не мог помочь ему все саки ругали Кришну и выгоняли его и говорили уходи отсюда ты двулечный лицемерный даже Лолита сказала уходи и Лолита она учит Шримати Радику как обходиться с Кришной Рады он обманщик и лицемер сейчас он склоняется к твоим стопам и молит о твоем прощении но после этого он вновь обманит тебя поэтому не оставляй свой ман не потакай ему и поэтому ни одна саки не могла помочь ему и Кришна пришел на берег Емоны и он подумал как же мне встретиться с моей возлюбленной Шримати Радики и в этот момент туда пришла Пурнамаси и Кришна все рассказал ей и Пурнамаси Дэви сказала хорошо Кришна не беспокойся это не проблема я пошлю тебе Вринда Дэви после этого пришла Вринда Дэви и когда Кришна увидел и он сказал ей Вринда ты моя единственная надежда встретиться с Шримати Радикой и Вринда Дэви сказала Кришна не беспокойся я помогу тебе встретиться с Шримати Радикой и только лишь услышав это Кришна почувствовал столько надежды в своем сердце у него появилась надежда и лучи надежды вошли в сердце Кришна и он сказал Вринда скажи мне что же мне сделать и Вринда Дэви сказала стань моим учеником хорошо что что ты мне не скажешь я последую этому сказал Кришна Вринда Дэви точно так же как Арджуна сказал Кришне точно так же хорошо я становлюсь твоим учеником что ты мне не скажешь я буду этому следовать если хочешь побить меня побей если хочешь меня раздеть раздень все что ты мне не скажешь я последую тому и Кришна так же сказал Вринда Дэви что ты мне не скажешь я последую тому и поэтому Вринда Дэви сказала «Сначала отдай мне свою флейту». И Кришна подумал, и Кришна сказал, «Флейт — это все для меня». «Нет, отдай мне свою флейту». И Кришна отдал флейту Вриндадеве. «Что еще должен сделать? Не стой. Изогнутым. Встань прямо. Ты не должен сгибаться». И Кришна выпрямился и встал прямо. И Кришна сказала, «Вриндадеве сказала, «Срежь свои вьющиеся волосы». Не просто срежь, а полностью обрей свою голову. Полностью. Наголо, наголо обрей. Полностью. Выбрей все свои волосы. Говинда сказала, «Хорошо, я приняла. Я приняла тебя как своего гуру. Я должен следовать. Если я встречусь с Шиматирадикой, я должен это сделать. Что еще должен сделать? Сделай еще кое-что. Покрой темный цвет своего тела. «Как?» «Я тебе объясню». Вриндадеве сказала, «Отправляйся в место, где цветут прекрасные лотосы на иммуне. Возьми пыльцу с этих лотосов и покрой золотистой, золотистой, светлой пыльцой и все свое тело. И тогда твоя кожа станет золотого цвета тела. И сейчас Говинда стал золотого цвета тела. Полностью. Все его тело покрылось золотом. Что еще должен сделать? Сделай еще кое-что. Что? Сними свои желтые одежды, сними свою желтую пыльцой и надень шафрановые одежды саньяси. Говинда сказал, «Хорошо». И теперь он принял одежды саньяси. Что я еще должен сделать? Что ты можешь, Джоли? Возьми сумочку для пожертвований, неси на своем плече. Возьми еще такой инструмент, который вот ну, как эти небольшой музыкальный инструмент в свои руки. Что я еще должен сделать? ты такой красивый в одеждах саньяси. Никто тебя не узнает, Виндадеви сказала. Отправляйся в Кунжо, в то место, где находятся Кунжо, в Шиматирадике. Находись неподалеку, и неподалеку я научу тебя одной песне. Что это за песня? Пой. О, Раде, ради твоей любви Кришна стал попрошайкой, и он ходит от двери к двери, и он просит, просят у двери. эту песню Сила Гургавинда Гасави Махарач писала эту лилу. И смысл этого Киртана о, Раде, ради твоей любви сегодня Кришна принял саньясу, и он ходит от двери к двери, ему просит пожертвования. И ты должен петь эту мелодию, эту песню на очень красивую мелодию. Итак, Кришна в одеждах саньяси, с обритой головой, с прекрасным золотистым цветом тела, в шафрановых одеждах. Он стал золотого цвета тела. и когда Шиматирадика являла ману своей кунжи, Кришна, подобно шмелю, стал видеться вокруг кунжи Шиматирадики, напевая эту песню. Шиматирадика являла ману, и она сидела в мане. И в этот момент в кунжи есть очень маленькие дырочки, через которые можно наблюдать. И так Шиматирадика наблюдала, как этот саньяси поет этот киртан. Что за киртан? Рада, ради твоей любви сегодня Кришна отправляется от двери к двери, прося пожертвования. Кришна принял саньясу и ходит от двери к двери. И услышав это, Шиматирадика подумала, о, этот киртан настолько прекрасен. И Шиматирадика стала плакать. и вот последний стих Шикшаштеки, какая последняя шлока в Шишташке? Ашлися Папа Даратам и так далее. Как я уже сказал, вы должны учить шлоки в Падишамрите Монах и Шикшаштеке. Итак, Ашлися Папа Даратам Пинаш Тмам Даратам и Шикшаштекам. Итак, в этой шлоке говорится, Кришна может обнять Меня, может дать Даршин или нет. Или если Он на моих глазах будет встречаться с другой женщиной, Он все равно является господином моей жизни. И сказав эти слова, Шимати Радика заплакала. На самом деле, эту шлоку произнес Махапрабху, но изначально из чьих лотосных уст она была произнесена? Из лотосных уст Шимати Радики. Лампад означает Личность, которая не пребывает со своей женой. Он наслаждается с другими женщинами. Он подобен, ну, как по-русски говорится, бабник, распутник. он все равно будет являться господином всей моей жизни. Сказав это, Шимати Радика стала плакать и плакать. Говинда в одежде Хсаньяси подходил все ближе и ближе к он же. Лолита напевает эту песню, Кришна приближался. Лолита догадалась кто это, потому что Говинда он может сделать что угодно, переодеться в кого угодно, но он не может спрятать аромат своего тела. Точно так же, когда Махапрабху пришел в Вриндаван, это писал Шила Кришнадас Кавраджу Госвами, когда Махапрабху находился в Бахулаване во Вриндаване, когда Махапрабху сел там, к нему подошли коровы и стали лизать тело Махапрабху, потому что они уловили этот аромат тела Кришны, и птицы также летели за ним, потому что они чувствовали этот аромат тела Кришны. Я вам хочу кое-что сказать. Например, вот есть мужчина и есть женщина, и одна ванная комната душевая, и оба они пользуются этой ванной. И когда кто-то моется в ванне, запах этого человека затем остается в ванной комнате. например, сначала мужчина или женщина зайдут и помоются в ванне, и если вы будете пользоваться этой душевой или ванной, после них вы почувствуете, кто находился в этой ванной комнате. Например, одна женщина зашла в комнату, омылась и вышла. Если вы потом зайдете после нее, вы поймете, что здесь находится запах тела женщины. Или, например, если мужчина омылся в ванной, и после него, если зайдет женщина, она поймет, что здесь мужчина принимал омовение, потому что в этом мире у каждого есть свой аромат тела, запах тела. тело женщины пахнет одним способом, тело мужчины другим. Что же говорить о трансцендентном мире, даже если в этом материальном мире это присутствует? И когда Кришна пытался, то есть Он поменял цвет тела своей кожи. А, то есть Махапрабу Он, будучи Кришной, поменял цвет своего тела. Но Рай Рамананда он все понял. Когда Рай Рамананда встретился с Махапрабо, он спросил, Прабху, я могу кое-что спросить у тебя? И Рай Рамананда сказал, вначале я увидел твой облик саньяси, но сейчас я вижу, что твое тело на самом деле тело Кришны темное тело Кришны и ты просто покрыт цветом тела Шриматирадхи. Ты покрыт ею. Ты покрыт Кришна Рай Рамананда, но ты покрыт цветом тела Шриматирадхи. Но Махапрабо ответил ему на это. Рай Рамананда, я знаю, Сарабамбата Чаря сказал мне, что ты Махабхагавата и признак Махабхагаваты таков. Я Бададжива и ты говоришь, что я Джива. Ой, ты говоришь, что я Кришна. Рам, Рам. Джива не может стать Господом. О чем ты говоришь? Но Рай Рамананда сказал, Прабху, не обманывай меня. Пожалуйста, без всякого величия, честно, признайся мне. Скажи мне, кто ты? И тогда Махабхагава улыбнулся и явил Расараджа, Махабхава, Сварупу, как Кришна и Шимати Радика, Махабхава, Сварупини, Шимати Радика встречаются вместе и являют образ Махабхагаву. И увидев этот удивительный облик, Рай Рамананда потерял сознание. Вы можете все спрятать, все, что угодно, но запах вашего тела вы не можете спрятать. Например, если вы положите в стиральную машину свою одежду и, например, мои одежды, например, если одежда будет одного цвета, как вы поймете, чья это одежда? По запаху одежды вы можете понять, где ваша одежда, где моя. К примеру, коровы, они могут понять, где находится их теленок по запаху тела. к примеру, две коровы родили одновременно телят. И мать-корова по запаху поймет, где ее теленок и начнет лизать его. Потому что по запаху она может понять, определить, где, кто ее теленок. и так, я завершу историю. Лолита поняла. О, это Саняси обманщик. Материатика повторяла эту шлоку снова и снова и плачет. И так, Шматериатика, она повторяла эту шлоку, восьмую шлоку шикшастики, а шлишь я вопадаратам, пинаштамам, вновь и вновь и плакала и плакала при этом. Лолита Дэви, слой, слой. Она поднималась. А Лолита Дэви, она медленно подошла к Шматериадике и сказала, о, Радике, потерпи, ты встречишься со своим возлюбленным, просто имей терпение. И тогда Лолита Дэви вышла снаружи кунжи и как звали Крещна в тот момент, его звали Саняси Такур. с обритой головой, золотого цвета тела. Лолита Дэви и так Лолита Дэви поняла, кто этот обманщик, что это за личность. И она сказала, подойди сюда. Но Саняси ответил, нет, нет, я не желаю общаться с женщинами. Я не рапекция Саняси. Я ни разу не общался с женщинами и даже не смотрела в их лицо. Поэтому уходи. Лолита Дэви молилась, пожалуйста, Саняси, подойди сюда. Что ты поешь? Да, да, я прошу пожертвования. И вновь и вновь он все равно окружил рядом с Кунжи Шиматирадик и вновь и вновь пел эту песню. И Лолита Дэви сказала, Саняси Такур, посмотри, Майасаки. У нее есть болезнь. Ты можешь посмотреть ее руки и сказать ей, что я делаю? Но он сказал, нет, я не читаю по рукам. Я Саняси, чтобы я читал по рукам какой-то женщины, я даже не подхожу к ним. Ну, Саняси, пожалуйста. Нет, нет. Моя подруга так несчастна, и она не знает, что с ней происходит. Пожалуйста, скажи, как убрать это несчастье? Нет, нет, я не читаю по рукам, сказал Саняси. Ну, что же нам делать? Ну, хорошо, я смогу кое-что сказать, прочитав по ее лбу. И так его провели к Шимати Радике, и Лолита сказала Шимати Радике, тут пришел один Саняси, он знает прошлое, настоящее будущее, он увидит твой лоб, и он все тебе скажет. Но Шимати Радике сказала, нет, нет, я не хочу смотреть на каких мужчин, не хочу показывать себя. Лолита Дэви сказала, это необычный, необычный, Саняси, это очень возвышенное Саняси. Не будет никакой проблемы, это очень хорошее Саняси. Просто на секунду приподними свою накидку, свой вуаль, он просто посмотрит на твой лоб, и все тебе скажет. И все твои страдания будут удалены. И в итоге, после долгих уговоров, Шимати Радика согласилась, она вышла снаружи Конджи, села там, а точнее, его не заводили, а Шимати Радика вышла, и Шимати Радика приподняла свою вуаль. И какая же судьба, ты можешь прочесть, и когда слегка приподняли ее вуаль, изначальный облик Кришны, Кришна принял свой изначальный облик, и так состоялась встреча Кришны и Шимати Радики, и все Саки стали совершать арати. Кришна Кришна Такая удивительная встреча с Шимати Радикой и Кришной. Итак, Кришна принял Гауранга Сварупу и затем вновь принял свой облик Кришны. Когда Шимати Радикой предстает перед Кришной, Кришна никогда не может прятать и сдерживать себя.